Продолжаю наблюдать за ситуацией с долларом и вчера 8 апреля в пятницу произошли очень серьезные события в этом плане, очень интересные, поэтому я не могу об этом не сказать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Вчера, в пятницу 8 апреля, уже после завершения торгов на московской бирже, вдруг выходит прямо вот как из пулемета несколько очень важных сообщений касательно доллара. Первое сообщение о том, что Центробанк понизил ставку с 20% до 17% ключевую ставку ЦБ. Во второе сообщение о том, что сильная либерализация по поводу доллара и комиссия на покупку доллара 12%, сначала была 30%, потом 12%, сейчас ее отменяют. Полностью на покупку долларов. И есть еще либерализация в смысле о том, что до 9 сентября было принято решение о том, что люди могут снять только те наличные доллары, которые были, вернее, только те доллары, которые были на счете в банке у людей до 9 марта на сумму не более 10 тысяч долларов. Остальное конвертируется по курсу в рублях. Вот так было. А сейчас, значит, ну, сейчас уже разрешено покупать доллары на валютной, ну, на бирже. Можно их выводить и выводить в наличные, буквально, насколько я понял, то, что люди купили на бирже. Сейчас я прочитаю те сообщения, которые я скопировал в свой сайт, который у меня в телеграм-канале я веду. Я там все-все-все новости, которые вижу, оперативно посылаю туда. Если вы еще туда не подписались, то подпишитесь, пожалуйста. Ссылочку вы увидите, ну, прямо сейчас, вот, прямо сейчас и, соответственно, в описании к этому видео. Ну вот, смотрите, вот по доллару физические лица наращивают длинную позицию по фьючерсу на рубль-доллар уже 10 дней подряд. Что это значит? Это значит, что на фонда, надо сказать, на рынке, на бирже люди ставят на рост доллара, потому что рубль очень-очень сильно укрепился, и люди ожидали, ну, что рубль ослабнет резко достаточно. Вот, то есть уже 10 дней подряд, и чем сильнее укрепляется рубль, тем быстрее накапливается эта позиция. Значит, курс доллара на черном рынке. Почему, ну, черный рынок, смотрите, курс доллара на черном рынке 95 рублей, курс доллара в ЦБ 84 рубля. Но это, так сказать, сообщение еще, ну, достаточно давно уже было. Что это значит? Это значит, что, да, 84 рубля, курс, курс доллара на бирже опустился до 73-74 рублей, но плюс 12% комиссии это 84 рубля, но его при этом нельзя было вывести, и поэтому, но были, не то что опасения, было, так сказать, стопроцентная гарантия того, что возникает черный рынок валюты. То есть он не может не возникнуть при таких условиях. И, то есть будет два курса, как бы, черный рынок и официальный рынок долларов, черный курс, ну, как в Советском Союзе было. И, ну, это вредная штука, на самом деле, это все понимали, и один из способов, как это запретить, это просто взять и запретить. То есть взять и запретить. И поэтому были введены, значит, там были предупреждены, что, значит, там нельзя, валютная операция на бирже, будем наказывать и так далее. Ну, как обычно у нас всегда все происходит, но все-все прекрасно понимают, что это, этот метод, он неэффективен. В Советском Союзе за это можно было даже схлопотать статью уголовную. Но, тем не менее, черный рынок процветал в Советском Союзе вполне себе нормально. Поэтому, поэтому надо с ним бороться другими методами, экономическими методами. И вот в качестве экономических методов борьбы, что радует меня, были избраны экономические методы борьбы, которые напрочь, в общем-то сказать, убивают черный рынок. То есть отменяется комиссия на покупку долларов на бирже и, соответственно, либерализация того, что можно их вывести. Вот. Так, значит, Центробанк отменит с 11 апреля, то есть с понедельника, сначала торгов, комиссию в 12% на покупку долларов, евро и фунтов, стерлингов для брокеров, сказано в предписании регулятора. Что это значит? Это значит, что для остальных валют и так не было этой комиссии. Теперь дальше. Читаю сообщение. Вот. Из Банк России. Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой. Граждане, у которых открыты валютные счета или вклады до 9 марта, которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля могут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро. То есть разрешили снимать в евро. Сохраняется и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита валютных счетов граждане в течение временного срока по-прежнему могут получить в рублях. Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи. Теперь далее. Кроме того, Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков, то есть не сразу, не с 11 апреля, а еще через неделю, возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля 2022 года. Но уже либерализация. Это по поводу банков. Далее читаю следующее сообщение. Банк России смягчает правила приобретения и продажи валюты через брокеров и банки. С 11 апреля отменяется комиссия на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Также Банк России с 11 апреля 2022 года отменяет требования к банкам ограничивать разницу курса покупки и продажи валюты за исключением юридических лиц импортеров. Регулятор рекомендует банкам устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред-курсов не больше 2 рублей от биржевого. Ну, как бы очень сильно либерализуется, во-первых. Во-вторых, смотрите, еще одна штука, которая радует меня, это то, что правительство делает очень правильные шаги. И правительство сказало, что будет поддерживать параллельный импорт и будет поддерживать импортеров, которые занимаются именно этим параллельным импортом. Что это значит? Это как раз то, о чем я говорил. У меня есть несколько видео про безумные идеи, которые есть. И я говорил, что надо китайские товары возить и так далее через Казахстан. Значит, такая вот, казалось бы, бредятина, но все это приобретает вот прямо вот вообще реальные-реальные очертания. Настолько, что я на самом деле говорил все это вполне серьезно, хотя казалось бы, это было безумством каким-то. А вот сейчас вы видите, что, во-первых, правительство поддерживает, заговорили всерьез о параллельном импорте. Во-вторых, значит, когда я это рассказывал, я немножечко расстроился, потому что было сообщение о том, что открыты сухопутные границы с Казахстаном, в частности. Ну, Россия открывает сухопутные границы, пересечения, пожалуйста, пересекайте куда хотите. Но я был расстроен тем, что при этом Казахстан не открыл сухопутные границы с Россией. И, значит, все это было как бы, ну, все это разбило все мои планы вдребезги. Но я рассчитывал на то, что, ну, что-нибудь-то будет. И вот вчера я читаю сообщение, нет, не вчера, даже на днях читаю, что Казахстан открывает сухопутные границы с Россией. То есть сухопутные границы с Россией открыты, можно ехать, можно смотреть. И, кроме того, значит, я начинаю дальше узнавать. Я, значит, узнавал, значит, там, как доехать до границы с Китаем, значит, там, так сказать, ну, как бы смотрел-смотрел. Оказывается, граница с Китаем закрыта, потому что там коронавирус и прочее. Вот, но на границе-то с Китаем там все нормально, до границы можно доехать и посмотреть, что же там происходит. Поэтому я продолжаю рыть в этом направлении. Я собираюсь в ближайшее время, буквально на майские праздники, поехать буквально в Казахстан. То есть я такой. То есть если я, говорю, то у меня между, сказал и сделал промежуток очень и очень небольшой, потому что надо действовать быстро. Вчера, нет, не вчера, позавчера, по-моему, я стал выяснять, как же там в Казахстане, ну, с деньгами. Потому что карточки-то наши обычные вроде как не работают за рубежом. Я стал выяснять и выяснил у Тинькова, да, что действительно карточки за рубежом не работают. Но я выяснял конкретно Казахстан, и они сказали, карточка Мир в Казахстане работает. Но у нас нет карточки Мир, во-первых, у меня. А во-вторых, карточки Мир, сейчас были сообщения о том, что карточки Мир не выдаются, что карточки Мир выдаются, они, так сказать, там немецкие чипы и так далее. Что у нас, в общем, мир оказался, так сказать, не таким уж и российским, так сказать, система-то российская, а чипы немецкие. И в результате возник дефицит этих карточек, и сказали, что вообще не будут их выдавать. И когда вот только-только вот это сообщение о том, что карточки были заблокированы, и работает только Мир, а Мир работает на территории Турции, там Вьетнама, Казахстана, там и всех прочих стран. Ну, возникла, как бы, ну, ценность дополнительная в карточке Мир. Я стал тогда еще смотреть за карточку Мир, там некоторые банки брали 1000 рублей, некоторые банки 5000 рублей за выдачу карточки Мир. Но вот позавчера я позвонил в Тиньков, стал выяснять, будет ли работать карта Тиньков, в частности, на территории Казахстана. Они сказали, подумаем, и потом ответили, что на территории Казахстана работает карта Тиньков, система Мир. Я тут же заказал карту Тиньков, совершенно бесплатно, мне ее только что привезли. Вот с таким красивым рисунком. Этот рисунок называется не то, что, так сказать, нельзя произносить, это жестовская роспись, это не то на букву Х, которую нельзя произносить, иначе могут заблокировать там, нет, хотя это Фейсбук блокировал. Вот, то есть я красивую такую карточку системы Мир получил, и, в общем сказать, я уже узнаю дальше, значит, там по маршруту и так далее. Но мне просто интересно самому поехать. Я в свое время ездил на поезде по территории Казахстана, там совершенно безумные пейзажи, совершенно безумные, значит, вот эту вот пустыню надо проехать, это очень интересно, во-первых, во-вторых, я надеюсь, что, ну, это будет полезно. Вряд ли эта поездка окупится, первая же поездка, но я думаю, что я собираю всякие сведения о том, о Казахстане, что, как, где, что где работает. Я сейчас собираю все сведения о том, ну, какие могу о Казахстане, значит, о заправках, какая стоимость бензина, ну, у меня дизельное топливо, у машины, как там курс Тенге, скорее всего, я буду покупать Тенге, скорее всего, я в Казахстане постараюсь открыть банковский счет в Казахстане и постараюсь получить себе казахскую банковскую карточку. Интересно, как все это происходит, насколько быстро, если у вас есть информация, напишите, пожалуйста, если вы живете в Казахстане, потому что, ну, мне это крайне любопытно на самом деле. Ну, и какие там цены на топливо, естественно, меня интересуют, ну, и интересуют вопросы роуминга, вопросы, сколько, чего там стоит в Казахстане, там продукты, в частности, какие-то, можно ли остановиться в отеле или нельзя, можно ли снять какие-то помещения, какими сервисами пользоваться. Дело в том, что вот в России, например, Booking.com заблокировали, ну, то есть, Booking.com отказался работать в России, и в результате цены на соответствующие сервисы российские, они выросли. Вот как это все происходит в Казахстане, я просто не знаю, буду искать, но если у вас есть информация, то я буду очень благодарен за это. Ну, а о том, как все будет происходить дальше, я буду рассказывать, естественно, на своем канале, и на своих каналах, которые я тоже еще завел. У меня есть канал еще про путешествия, который, канал про путешествия, во-первых, и второй канал про жизнь в России, на который я очень рекомендую вам подписаться. Ссылочки на них будут в описании. Ну, а сейчас, наверное, все. Да, и не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал, о котором я говорил в самом начале также. Ну, а на сегодня все. Я с вами хочу попрощаться. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.